МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, макароны. И первое, что придет на ум сразу же, правильно, какие. Кто-то скажет вкусные, кто-то разноцветные, кто-то рожки-спиральки, а кто-то по-флотски. Здравствуйте, дорогие друзья! Почему именно такое название получила комбинация из макарон, мясного фарша и лука? Поговорим. Масса источников придерживается вот такой постановки вопроса, точнее, ответом. Подобное блюдо служило пищей для моряков и путешественников еще в средние века, так как необходимые продукты весьма питательны и удобны в транспортировке. И даже ссылается на итальянские корни. Дескать, когда-то был такой древний рецепт пасты – макарон с мясом феотторини. От этого слова и произошло по-флотски. Но есть и другое мнение. Мол, макароны с фаршем без томатов за границей так и называются. Макароны по-флотски. Паста а-ля матрос. Не прибавить, не убавить. Более того, рецептов макарон по-флотски в кулинарных книгах до 20 века не встречается. Как утверждают знающие люди, есть в советской кулинарии 55-го года и в самобытной кухне 65-го. Таким образом, можно сделать вывод, что рецепт появился уже в послевоенные годы 20 века. Тем более, что во многих поваренных книгах того времени присутствуют и другие рецепты. Из, цитирую, отваренных макарон, но не только с мясом, но и с грибами или овощами. Многие также утверждают, что маловероятно появление этого блюда на камбузах советского флота. Готовили тогда по специальным сборникам утвержденных рецептур и считается, что там макаронами по-флотски не пахнет. Но, во-первых, кто знает, может быть нужно посмотреть еще, посмотреть повнимательнее. Во-вторых, а вдруг это возможности для расширения выбора ингредиентов? Если по-флотски, так почему бы не с рыбой? Тоже быстро и очень вкусно. Макароны по-флотски с рыбой. На растительном масле обжарить лук, добавить специи. Отваренные макароны, горбушу в собственном соку, оливки. Присыпать тертым пармезаном, подавать зеленью. Версия лаконичная, сытная, но в то же время оригинальная, не лишенная определенного изящества. А называть ли такие макароны, тоже макаронами по-флотски, это уж как получится. Но замечательного вам дня во всех отношениях. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова